Билет номер 35. Первый вопрос. Что означает термин «недостаточная видимость»? Недостаточная видимость – это видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерке. Правильный ответ – 3. Вопрос номер 2. Вы можете продолжить движение на следующем перекрестке в любом направлении, потому что предписывающий знак «движение прямо» говорит о том, что мы обязаны двигаться только прямо до ближайшего перекрестка. На следующем перекрестке ограничений нет, поэтому доступно любое из предложенных направлений. Правильный ответ – 3. Вопрос номер 3. Какие из указанных знаков разрешают движение со скоростью в 60 км в час? Запрещающий знак А. Запрещает движение со скоростью больше 50 км в час. Знак Б. Ограничение минимальной скорости разрешает движение со скоростью в 60 км в час. И знак В. Рекомендуемая скорость не запрещает движение со скоростью в 60 км в час. Поэтому разрешают движение со скоростью в 60 знаки В и В. Правильный ответ – 2. Вопрос номер 4. Кто из водителей нарушил правила стоянки? В этом месте проезжей части стоянка разрешается заездом на тротуар только легковым автомобилем и мотоциклом. Грузовик нарушил правила стоянки, поэтому правильный ответ – 3. Только водитель грузового автомобиля. Вопрос номер 5. Вы можете объехать препятствия в этом месте проезжей части только по траектории А. Об этом говорит нам предписывающий знак «объезд слева», несмотря на то, что мы пересекаем сплошную линию разметки. В тех случаях, когда дорожная разметка спорит с дорожным знаком, мы должны ориентироваться по дорожному знаку, потому что дорожный знак имеет более высокий приоритет, чем разметка. Правильный ответ – 1. Вопрос номер 6. Что означает сочетание красного и желтого сигнала светофора? Такое сочетание говорит о том, что вскоре будет включен разрешающий зеленый сигнал. Правильный ответ – 2. Вопрос номер 7. На каком расстоянии от транспортного средства должен быть выставлен знак аварийной остановки в данной ситуации? Вне населенных пунктов знак аварийной остановки устанавливается не менее, чем за 30 метров до остановившегося транспортного средства. Правильный ответ – 3. Вопрос номер 8. Кому мы должны уступить дорогу при повороте во двор? При повороте налево во двор мы должны уступить дорогу встречному транспортному средству и пешеходам. Правильный ответ – 2. Вопрос номер 9. Для обеспечения безопасности при выезде задним ходом с места стоянки, имеющего ограниченную видимость по правилам дорожного движения, необходимо привлекать к помощи других лиц? Правильный ответ – 3. Вопрос номер 10. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение на грузовом автомобиле массой не более 3,5 тонн после въезда на примыкающую слева дорогу? Примыкающая слева дорога располагается в населенном пункте, где действуют правила, устанавливающие ограничения в населенных пунктах. Об этом говорит дорожный знак, на котором написано название населенного пункта. Поэтому мы двигаемся со скоростью 60 км в час. Правильный ответ – 1. Вопрос номер 11. Как вам следует поступить в данной ситуации? В этом месте, в проезжей части, установлен знак, предупреждающий знак падения камней. Препятствие в данном случае располагается со стороны встречного автомобиля. Поэтому мы имеем право проехать первым через этот участок дороги. Правильный ответ – 2. Вопрос номер 12. Водители каких автомобилей не нарушили правила остановки? На дорогах с односторонним движением остановка разрешается с левой стороны и с правой стороны проезжей части. Водитель автомобиля В нарушил правила движения, потому что запрещающий знак, который стоит с правой стороны проезжей части, запрещает остановку и стоянку перед знаком. Не нарушили правила остановки водитель А, остановившийся слева, и водитель Б, который остановился после запрещающего знака. Правильный ответ – 3. Вопрос номер 13. Вопрос номер 14. Вы намерены продолжить движение прямо. Ваши действия. Мы двигаемся по равнозначному нерегулируемому перекрестку. Уступаем дорогу нашей помехе справа грузовому автомобилю. Правильный ответ 2. Уступаем грузовому, так как он приближается справа. Вопрос номер 15. Кому вы обязаны уступить дорогу при повороте налево? Мы въезжаем на перекресток по главной дороге, но так как справа от нас на перекресток въезжает автомобиль с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, ему мы обязаны уступить. Грузовому автомобилю, который едет со встречного второстепенного направления, дорогу мы не уступаем. Правильный ответ 2. Автомобиль с проблесковым маячком и звуковым сигналом. Вопрос номер 16. При вынужденной остановке на железнодорожном переезде, если в транспортном средстве находятся пассажиры, водитель должен немедленно высадить людей? Правильный ответ 1. Вопрос номер 17. При остановке и стоянке на неосвещенных участках дорог в темное время суток необходимо по правилам дорожного движения включить габаритные огни? Правильный ответ 1. Вопрос номер 18. В каком случае разрешается эксплуатация автомобиля? Эксплуатация автомобиля разрешается в том случае, если не работает стеклоподъемник. Правильный ответ 3. Вопрос номер 19. По какой траектории двигается прицеп легкового автомобиля при прохождении поворота? Прицеп легкового автомобиля смещается ближе к центру поворота, чем траектория движения самого автомобиля. Правильный ответ 3. Вопрос номер 20. Принято считать, что в среднее время реакция водителя составляет примерно 1 секунду. Правильный ответ 2.